Всем привет, дорогие друзья, и сегодня мы посмотрим на новый 22 сезон. У нас в нем кое-что поменялось, то есть, ну, я думаю, вы знаете, какие сейчас сезоны проходят, но все же этот успел отличиться. Короче, ставь лайк, подписывайся, и теперь погнали смотреть. Итак, 22 сезон. Называется он Зачистка, по-моему, такое уже название было, но не суть. Короче, я уже успел прокачаться до 30 уровня, и теперь, кто не знает, нам дают очки сезона за сбор ресурсов, то есть, это дерево, растительное волкно, ягоды, неважно, а также за убийство животных. На самом деле, это, конечно, очень круто, потому что можно реально хорошо прокачаться в сезоне, но все-таки в первые дни вообще этого сезона, когда он только начался, был, конечно, кое-какой баг, и там немного больше давали очков сезона, но сейчас уже вроде все пофиксили. Окей, давайте уже посмотрим, конечно же, на лучшие награды нашего 22 сезона. У нас вот такой вот красненький новый Чоппер под названием Кинетик, не помню, вроде бы уже похожий был, ну, типа, шоу, два колеса сзади и спереди, ну, по-моему, Нинтендо, или как он, Нитро назывался. Ну, короче, наверное, уже не вспомню, но в любом случае Чоппер мне нравится. Дальше, вот когда я увидел этот светофор, я вообще так, блин, угорал, ну, серьезно, это вообще-то, как можно было до такого додуматься? Ну, я, конечно, разработчикам респектую за такое. Пока что, конечно, непонятно по размерам, какой он будет, но да ладно, давайте уже посмотрим на рюкзак. Он называется у нас Громилы. Не знаю, почему Громилы, а не Громильные, но все равно, как бы, скин топовый. Он у нас, как видите, в стиле Громилы, и, кстати, у меня, как только я увидел этот скин, появилась такая идея. А что, если в этом скине убить Громилу? Не знаю, правда, при каких обстоятельствах я буду вообще это делать, но ладно, в принципе, есть еще в этом скине будем убивать. Итак, друзья, обновились у нас также здесь награды, и здесь у нас первый новый скин, это Шмель. Уже похожий у нас скин есть в игре по названию Шершень, но все-таки они немножечко отличаются, а так, в принципе, мне Чоппер нравится. Очень надеюсь, что его выбью, но пока давайте смотреть следующий скин на Чоппер. Он называется Фермер, ну и он у нас уже был в игре, поэтому погнали смотреть дальше. И здесь у нас скин под названием Пиньята. Он нам давался, если я не ошибаюсь, в восьмом сезоне. Ну, короче, награды топовые, конечно, несмотря на то, что уже некоторые скинчики у нас были, все равно будет приятно их получить. Помимо скинов, здесь, конечно же, еще есть всякие разные события. Выходные фермы, рыболовный турнир, столер, там большая охота. Некоторые, конечно, события не появились еще, но, короче, как-то так. По поводу коммуны, я не знаю, буду ли я проходить или нет, но, наверное, да, сегодня пройду, потому что, ну, как бы, что, только на сезон, что ли, посмотреть. Надо, конечно же, еще и коммуночку пройти. Правда, у меня, помнится, остались от нее, ну, такие себе, мягко говоря, ощущения, когда в последний раз я ее проходил. Ну, давайте все-таки туда отправимся и, конечно же, попытаемся хотя бы какие-то награды забрать. Погнали. Итак, коммуна, отправляемся, в принципе, место положения этой локации не поменялось. Ну, и, в принципе, хорошо, мы тратим не так много энергии. Так, Маркус, здорово, у тебя хороший потенциал, окей, окей, давай, ты будешь нас проводить к испытанию или нет? Так, в этом святилище, ага, ага, что еще скажешь? А, типа, без Маркуса, что ли, можно просто пойти? Ну, давайте прочекаем, ну, вроде бы, да, так, смотрим. Да. Без помощи Маркуса мы, в принципе, здесь все разобраться можем. Ну, по наградам, наверное, кожу выберу, уже переработаю, она мне пригодится обязательно. Здесь у нас газ распыляется, но на него мы не обращаем особого внимания, что-то у меня подлагивает как-то странно, ну, да ладно. Вот так вот, короче, по стелсу вносим. Так, это кто у нас? Это ползун минус. Нет, блин, все-таки этот успел вылезти, но да ладно, так кто у нас там? Еще один, окей, вносим, давай, сюда, отлетай. Сразу юзаю самолечение и, я думаю, уже добью кулаками. Такс, такс, окей, и все, испытание пройдено. Надо, наверное, сейчас все-таки зайти в настройки и уменьшить графику, потому что, ну, это серьезно как-то не очень круто, когда у меня подлагивает. И если у меня будет аллогат на последнем уровне, то вряд ли я вообще пройду это испытание. Сразу меняем броню. Так, ну, вроде бы броню я поменял, немного хилимся и теперь погнали, конечно же, проходить. Нифига себе белая краска, конечно же, я ее выберу, е-мое. Белая краска, в принципе, мне всегда пригодится. Так уже лезут, лезут, лезут. Паразит, тихо, есть, успел по стелсу ударить, это уже хорошо. Еще раз, ба-бах, вот мне нравится, что так можно делать. Это серьезно, во-первых, экономит твой хил, а во-вторых, вообще экономит твою оружку. Нифига себе, тут кровавый охотник. Не, ну я, конечно, помнил, что здесь какие-то еще дополнительные и посложнее зомби вылазят, но не думал, что все-таки этот кровавый охотник будет плеваться. Ладно, вроде бы пока все идет нормально, не знаю, что там на финальной стадии будет, но я вроде бы уже две стадии прошел. По броне все окей у меня, хорошо, ну и что там по наградам? Блин, знаки отличия, вот почему три штуки, вот серьезно? Почему там не пять, не десять? Ну, десять это много, но почему здесь нечетное число? Ну, е-мое, один ящик можно открыть, используя пять знаков отличия, а здесь всего что три. Не очень хорошо, мягко говоря, разработчики сделали, но чего уж тут поделаешь, ничего не поделаешь. Так, тихо, стелс. Блин, не успел ударить, ну да ладно, так главное вовремя всех убивать. Тихо. Осторожненько, от этого надо уворачиваться, точнее от его плевков. И здесь уже вырисовывается толпа, это не очень хорошо. Так, тихо, выносим, выносим. Они что, хилятся, не понял? Они хилятся, серьезно? Чего? Это что за бред? Я что-то вообще не могу понять, нифига себе, толпа, е-мое, они меня вообще раздели. О, понимаю, тихо, нет, хил? Осторожно. Ну все, тут уже Габелла, наверное, да? Да, это походу Габелла. К сожалению, с первого раза я не прошел это событие, но пока что я не отчаиваюсь. Так, что там по наградам? Ну фигня всякая, ладно, давайте в принципе выберу железные пластины, может они там встальные и переделаться, когда я улучшу награду за 25 монет. Но, хотя вряд ли. Скорее всего, если я улучшу награду за 25 монет, там просто будет не 3 пластины, а 6. Но да ладно, давайте уже дальше проходить, награды обсудим, короче, уже попозже. Окей, зомбри потихонечку не спеша вылазят, вот так вот их бьем, отлично, пока самолечения не тратим, пока что у нас все нормально. И последний зомбар добиваем, отлично, первую стадию я вроде бы прошел. Дальше не знаю, что будет, но вы просто-напросто видели, что происходит на последней стадии, это просто ад какой-то. Ну я вроде бы взял с собой мини-ган, но опять же, я не знаю, спасет он меня в такой ситуации критичной, либо же нет. Ладненько, давайте запускать, в принципе, волну, здесь уже идет газ вот этот погонючий, но да ладно, так, минус паразит. Тихо. А что стелс не сработал, я не понял, что это за фигня? Как-то странно, но да ладно, так, скоро же там этот плевом будет вылазить. О, понимаю, он уже вылазит, тихо. Нет? Блин, все-таки заплевал бы, тварь. Окей, ничего, тратим огнестрел, не боимся. Тихо, мини-ган, давай. Что? Вы видели, что это за баг был? Либо меня оглушили, либо что, но я не понял, что произошло. Вот так, тихо, добиваем. И все, теперь я вынес. Ну, это просто жесть. То есть, вы видите, что происходит на второй волне? Ну, на второй стадии, короче, называйте, как хотите. Ну, это просто капец. Вот что будет на третье, это просто жесть. Я не знаю, как это просто описать. Вряд ли кто-то из навичков пройдет это испытание. А может, я просто туплю, я не знаю, напишите в комментариях. Прямо сейчас нужно обязательно взять какую-то броню здесь. Ну, давайте вот это возьму, не знаю, что там еще можно взять. Кепку, ну и все, по сути. Весь сет я взял. Так, это сюда, это сюда. И что-то я вообще забыл, походу, про ботинки. А, стоп, ботинки имеются. Это я про штаны забыл. Что-то я вообще уже начинаю нести всякую чушь. Короче, не знаю, что там получится, не получится. Но я сразу беру котаночку. И, в принципе, если что, сразу можно там будет выносить зомбари. Так, что берем? Ну, давайте карбон, наверное, погнали. Рискуем. Ну, уже зомбари вылазы. Тихо. А ну, паразит зачитается? Да, зачитался. Прикол. Так, окей. Добиваем ползуна. Что-то как-то вообще мало зомбари надо убить. Это же вроде последняя стадия. Как-то странно. Так, тихо. О, понимаю. Уже собирается толпа. Нужно миниган юзать. Такс. Давай, давай, давай. Отлично. Давай, 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 давай. Выноси, выноси. А, понимаю, понимаю. Ну, спасибо, миниган, что ты, в принципе, такой хороший. В принципе, мне помогаешь. О, меня еще и оглушили. Вообще офигенно. Давай, бери миниган. Тихо. Хил. И просто разваливай всех. О, понимаю. Еще и 10 секунд. Ну, все, друзья. Это Габелла. Я нифига не успею. Такс. Тихо. А может, я успею? Давай, давай, пожалуйста. Нет. Все. Уже капут просто. Ну, в общем, вы все сами видели. События коммуны говно. Ну, и я вам сюда не советую ходить. В любом случае, как бы, это ваш выбор. И я не знаю, что сейчас буду делать. Ну, наверное, надо же все-таки какие-то хотя бы награды получить. Но это просто жесть. Я не знаю, окупаются ли те все затраты, которые мы тратим в коммуне. Либо же нет. Но лично мне вот эта система не нравится. Ты выйдешь за карту глобальную. Все. Награды обнуляются. Ты умрешь. Награды обнуляются. Ну, е-мое. Дайте хотя бы немного наград. Ну, это просто жесть. То есть, чтобы вы понимали, коммуна это такая локация, где-то можешь потратить дофига ресурсов. И в итоге ничего не получить. Вот это меня бесит, серьезно раздражает. Так, ладно. Давайте уже две волны пройдем. И хватит. Такс, вносим. Отлично. Почему? Вы, наверное, меня спросите. Я уже до максимальной не буду доходить сюда. Все просто, друзья. Я просто уже устал эти волны формить. Я постоянно, блин, сливаюсь на последние. И мне это как бы не очень нравится. Поэтому уже пройдем, конечно же, немного стадии. А именно две, как я вам и сказал ранее. И уже на этом, в принципе, остановимся. Сейчас они мне еще и броню снесут. Ну, конечно, конечно, все задание выполнено. Отличненько. Надеваем броньку, конечно, некоторая сбитая уже здесь. Ну, да ладно. В принципе, что, справимся. Я беру сюда дробаш. Миниган, я думаю, не знаю, пригодится, либо же нет. Ну, давайте возьмем чисто, чтобы перестраховаться. И теперь подходим, конечно, сюда. Здесь, кстати, разрушитель. Прикольно, прикольно. Конечно, не знаю, есть ли мне смысл вообще этот разрушитель брать. Но, да ладно. Ну, просто я к тому, что у меня на разрушителе есть почти все топовые моды. Единственное, что мне просто-напросто не хватает ручки. А так, на разрушителе у меня, в принципе, стоят все топовые моды. Так, тихо. Паразит там взрывается, но нам на него пофиг. Все, уже бегут, короче, обычные зомбри. Их можно добить обычной катаной. Такс, тут еще главное не сдохнуть. А то сдохну и никакую награду, блин, не получу. Ну, все, в принципе, давайте забирать. Дальше рисковать не будем. Нажимаю на кнопочку «Забрать награду». И теперь давайте посмотрим модификации. Все-таки есть эргономичная ручка. Ну, короче, самая топовая ручка на разрушитель. И это меня уже радует. Не знаю, правда, заканчивать ролик либо же нет. Ну, давайте еще кое-что пооткрываем. Например, в бункере «Браво» кое-какие ящики. Ну, короче, посмотрим, что там открыть. Что по поводу коммуны. Ну, я уже высказывал свое мнение, в принципе, в этом ролике. Мне она не очень зашла. В принципе, я это говорил еще и в 20-м сезоне. Кстати, тут чел с косой вообще стоит. Нормально, нормально. Ну, короче, для кого как. Если вы хотите проходить коммуну, то проходите. Ну, а я тем временем уже нахожусь в бункере «Альфа». Давайте я закину все нужные ресурсы нашему инженеру. Забираем. Кстати, у меня уже 14-й уровень. Нормально, еще по наградам. И я уже серьезно почти прокачал фуловый уровень. Это, конечно, все хорошо. Но давайте, конечно же, вставлять дискету. Отлично. Координаты там получены. В принципе, события, я уверен, что появятся. Поэтому теперь давайте, конечно же, открывать различные ящики. И первый ящик у нас будет за, конечно же, отрубленный палец. Данный палец можно найти, в принципе, на разрушенном конвое. И любой новичок может вот такой вот лут себе на аккаунт забрать. То есть, блок с модификацией и прочие ресурсы. Так, давайте уже открывать эти плюс ящики. Потому что отсюда дропается и огнестрел, и там всякие разные ресурсы. Короче, много всего интересного. Ну, и начну я, конечно, наверное, с самого обычного ящика. Ну, здесь можно, если что, забрать. Вот так вот все по-быстрому одеть, одеть, одеть. И забираем. И теперь смотрим вот здесь, что там. Блин, не биты, не калаша. Короче, фигня всякая выпала. Ну, это я, наверное, уже позже заберу. Либо же... Ну, короче, давайте сейчас в карманы все вот это положим. Так, это сюда. И вот это вот тоже забираем. Окей, сет рабочего я, значит, здесь пока оставлю. Ну, я его обязательно заберу. Вы не думайте, что я его оставлю. И здесь у нас еще. Давайте посмотрим модификацию на М16. Потому что мне интересно, что тут барабанный магазин и прицел X4. Тут уже активная способность. В принципе, не знаю, как вам лут. Ну, мне более-менее нормальный. Хотя, конечно, мог выпасть бензобак, но да ладно. Окей, я снова здесь. Забираю вот этот отсет. Его, кстати, можно сразу же надеть. Хорошо. И теперь забираем лут с самого главного ящика. Отлично. Впереди у нас локация с дискетой. Поэтому отправляемся. Поехали. Вот как вы думаете, попадется ли мне сейчас гранатомет? Давайте это проверим. Итак. Ну, гранатомета, конечно, нет. Но все-таки здесь есть схема на оружие. Это, в принципе, меня уже радует. Потому что, ну, схемы я всегда приветствую. Плюс здесь еще есть белая краска. Полностью военный сет. Да и плюс огнестрел нормальный. Ну, я считаю, что это хороший лут. Еще и плюс сколько бинтов? 17 бинтов? Ну, нормально. Что могу сказать? Нормально. Не знаю, окупается ли прохождение хард-режима вот такими вот ресурсами. Но некоторые лесы из этого ящика мне серьезно понравились. Ну, что ж, дорогие друзья, на этом все. Обязательно не забывайте ставить лайки, подписываться на мой YouTube-канал. В этом видосе мы посмотрели на новый 22 сезон, на события Комуна. И с тебя, опять же таки, повторюсь, лайк и подписочка. С вами, как обычно, был Влад. И всем пока-пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok